Я хотела посмотреть, что я в Жероне, но прогноз погоды меня вообще не радует. При условии, что завтра рабочий день, завтра 27 градусов и солнце. И в общем, так как у меня сегодня выходной, вообще по идее... Вот знаете что? Первое, что я хочу вам посоветовать, прежде чем мы перейдем к официальной нашей части Оргмомент, то есть мы поздороваемся, скажу вам сразу, если вы хотите что-то снимать, например, ни в коем случае, никогда не заказывайте штативы, как я. На Алиэкспресс. Да, тогда была Черная Пятница, и меня просто поразила маленькая цена, 700 рублей с доставкой, и он был из алюминия, а не из пластика, и даже я сначала подумал, хм, 700 рублей, ну, наверное, он из бумаги и развалится через три дня. Нет, он не развалился и прожил со мной, ну, с самого начала моей буктюберской деятельности, да, так можно сказать. И сейчас он начинает сдавать позиции, то есть у него начинает отваливаться одна из трёх ног, у него куда-то отвалилось одно крепление, и его невозможно приделать, как бы у меня растут руки, в принципе, из нужных мест, но я всё равно не могу это сделать. Поэтому, наверное, я буду задумываться о том, что приобретать в нормальных местах штативы. Итак, всем я говорю привет. В общем, чего я хочу? Я хочу снять марафон 24 часа чтения. Давно его не было. Вот. Я думаю, по названию этого видео вы уже понимаете, какую книгу я буду читать. Да. Если кто-то смотрит, разумеется, Аню с канала Bookspace, то вы должны прекрасно понимать, вы должны прекрасно осознавать, как минимум, я смотрю, я смотрю на кнопку выключения видео. Я должен смотреть в камеру. Вы должны понимать, какую книгу какого автора, ну, автора как минимум, я начну осваивать марафон. Итак, у меня есть книга, которую вы должны были видеть в моих книжных покупках давным-давно. В общем, чего тянуть кота за хвост, встречайте. О, да. О, е. Итак. О, у нас Робин Хобб и его королевский убийца. И здесь у нас получается это сначала саги о видящих книгах первая и вторая. Здесь, как я посмотрел в начале, хоть я и уже давно знал, что буду читать её в марафоне, но не важно. Здесь у нас всего лишь, давайте вы засвидетельствуете по содержанию, то есть вы можете увидеть, 988 страниц. И чтобы вы знали, это не так, что 100 страниц у нас под термины, нет. Здесь у нас глоссарий. Это полторы странички, 988 страница. Мы переворачиваем назад, отворачиваем. И здесь уже эпилог. То есть это чистой воды чтиво, 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 без лишних отступлений. В общем, как я понял, отступления, отступы здесь маленькие, шрифт достаточно мелкий. В общем, смотрите, 1000 страниц. Как я подумал сделать. Я не тешу себя надеждой на то, что за 24 часа чтения, но вы сами понимаете, что мало кто из блогеров реально 24 часа читает. Я так понимаю, он всё-таки больше временные рамки ставит. Там с пятницы 7 вечера до субботы 7 вечера. 24 часа. Я не знаю, возможно ли, наверное, всё-таки это невозможно прочитать. Если я начну, например, сейчас в 7 часов вечера в пятницу. Сегодня пятница. Седьмой час. Если я начну, я не успею. Поэтому я меняю правила игры. И говорю вам следующее. Официально на камеру. Я читаю 24 часа чтения. То есть, что это значит? В субботу в 7 часов вечера я выхожу на связь и говорю, как дела и сколько часов я потратил из 24 на чтение. Потом смотрим, сколько ещё мне нужно прочитать по часам, чтобы было 24. Если даже за это время я не успеваю, я буду читать до тех пор, пока не прочитаю её от корки до корки. То есть, от начала и до конца. Здесь две части. У меня есть пятница. У меня есть суббота. И у меня есть воскресенье. С нашим великолепнейшим деканатом, который может поставить совершенно непредсказуемое нам расписание. Например, нам надо в понедельник на пары, и мы узнаём расписание. Когда? В понедельник. Правильно. Я не знаю, как что получится, если мне не хватит выходных по каким-то причинам. Ну, у меня там какие-то дела были запланированы. Я переношу марафон дальше, в понедельник, вторник и так далее, и читаю, насколько могу, совмещая пары и учёбу, пока не прочитываю. Вот такие правила. Поэтому сейчас я досматриваю видео Ольги Миклашевской и приступаю. Прочитываю первую главу, пролог, введение, что там есть, и уже говорю первое ощущение. Я хочу, чтобы хотя бы понимать, как мой марафон пройдёт, в каком направлении. В хорошем, нейтральном, плохом, отвратительном, гениальном. Меня утешает, что автор довольно-таки известный, что Аня просто покрывается радугой, и вокруг бегают пони, когда она говорит о Робин Хобби. И меня также привлекает то, что это жанр фэнтези. А фэнтези читается у меня практически всё очень-очень быстро, надеюсь, что не будет исключением эта книга. Короче, такие дела. В общем, всё закончилось. Так, я надеюсь, мне видать. Да, видео закончилось, и я приступаю. Приступаю. Первое время начну читать здесь, за столом. Ну, не знаю, как это мотивирует, чтение за столом. Прочитаю первую главу, как я уже сказал, или что там будет сначала, и поделюсь своим мнением, своими предчувствиями, как пойдут эти тысячи страниц. Так что погнали. Субтитры создавал DimaTorzok Короче, я прочитал первую главу, которая называется... я забыл. Которая называется «Предыстория». Итак, это двадцать четыре страницы, вторая глава с двадцать пятой начинается. Что хочу сказать. Ну, начнём с того, что у нас есть карта. Без спойлеров, я думаю, с этого ракурса вам будет всё прекрасно видно. У нас есть карта. Достаточно подробная. Но не скажу, что очень большая. Не знаю, хорошо это или плохо. Сложно сказать. Первая глава смогла зацепить. Это очень хорошо. Значит, дальше пойдёт всё хорошо, тавтология. Пойдёт всё чудесно, я надеюсь. По крайней мере, в заинтересованности моей я сам не сомневаюсь нисколько. Итак, к слову автора и его профессионализма нет у меня никаких вопросов. Есть у меня уже некоторые вопросы касаемо некоторых пасхалок, как я считаю. Я буду без спойлеров. Я просто скажу одно слово. Patience. Patience. Вот это имя, оно меня, конечно, здесь очень заинтересовало. То, в каком контексте оно второй раз за всю главу повторилось. Ну, потом оно ещё будет, но вот первый раз с того момента, как первый раз оно появилось, да. Я надеюсь, что я объясняю адекватно, как человек, или как непонятно что. Здесь у нас есть принцы, и их несколько. И они все престолонаследники, ну, в соответствующей иерархии. Это мне напоминает железное. Хроники Амбера и девять принцев, разумеется. Здесь у нас борьба за трон. Есть собственный пантеон богов. Я не знаю, сколько их. Пока я увидел только одну богиню, Эда Плодородная. А так, классическое средневековье фэнтези. Ничего такого я пока не увидел. Ну, скажем так, не похожего на другое фэнтези. Конечно, олень у меня ассоциируется только с одним гербом. Это баратеоны из Игры престолов Верджа Мартина. Но к Игре престолов книжного, книгам, у меня весьма неоднозначное впечатление, смешанное. Поэтому не могу сказать, что кто-то у кого-то это стащил. И я думаю, что это просто совпадение. Как бы мы же не можем теперь табу ставить на этом животном. Итак, я продолжаю дальше читать. Ну, что я могу сказать? Ну, давайте... Вот. Глава седьмая. Она на 110-й странице. Давайте... Когда будет глава седьмая, я 100% выйду на связь. Если будет что-то интересное, выйду на связь еще раз, умеется. Так. И получается, что я потратил... Вот так. Я потратил 30 минут примерно. Ну, нормально. Нормально. Ничего страшного. Если так посчитать, часов 15-20 чтение у меня, наверное, уйдет. Вот. Так что все. Давайте. Удачи мне. Я продолжаю читать. Заинтересованный и окроленный. Короче. Сейчас без 25-ти девять. Так как я в силу определенных обстоятельств сейчас взял на себя должность старосты, то меня немножко так подзадолбали с деканата. Ладно. Это не важно. Я сейчас закончил вторую главу. И это... Индец. Ну, давайте по порядку. Начнем с того, что я вот делаю себе некоторые пасхалки. Киса. Не ори. Во-первых, мне интересна история с Пейшенс, которая мельком так... Мне кажется, может быть, там даже ничего и нет. Но я должен узнать. Я оставил себе пасхалку. И касаемо Дара. Я максимально бесспойлерно. Ну, как бы, по-моему, в любой книге какой-то Дар есть. Фэнтези. По поводу Дара. Как только некоторый персонаж объясняет другому некоторому персонажу об этом Даре, как только он объяснил, мне кажется, что этот Дар не то, чем кажется всем вот тем, кто о нем знает. Мне кажется, что он совершенно другой. И, конечно, ситуация с собакой. Думаю, здесь я хочу провести параллель между Стивеном Кингом и его мертвой зоной. Где, типа, автор писал ужасное обращение с собакой, и ему многие писали его фанаты гневные письма, типа, как так можно, вы что там действительно видели или убивали собаку. Вот, знаете, в чем особенность фэнтези, особенно вот конкретно, вот сейчас мы возьмем этой книги, эмоциональная связь, эмпатическая связь. Здесь автор смог это сделать со мной. То есть мне хочется читать. Соответственно, у нас наладились отношения между автором и мной, как читателем. И установилась вот эта эмоциональная связь. И вот сейчас я прочитал вторую главу, и прям вот ничего не было такого жестокого. Но вот любое отклонение от позитивного канона, скажем так, прям, знаете, как лезвием. Прям неприятно и больно. Это, конечно, это круто. Это круто, потому что я всегда ценил, знаете, как для меня драма, и что-то такое трагическое, что-то, что показывается через боль, через слезы, через переживания, это самое искреннее и самое мощное. И даже околодраматическое, если оно показано хорошо, это заслуживает лучших похвал. Вот такое мое неоднозначное сумбурное мнение по поводу первой и второй главы. Я продолжаю дальше. И как только я захочу до седьмой главы, я говорю седьмая глава, если я захочу с вами еще связаться, я с вами свяжусь, поэтому давайте на связи. Четыре новых капитанов, четыре самых популярных, он будет идти примерно... Ну, как бы, голос. Наставники нового сезона. Супер проекта. В общем, я прочитал 70 страниц пока. Что могу сказать? Пока единственный маленький такой маленький крошечный минус, который я нашел, это совершенно обычные имена. То есть, что это значит в моем понимании? Они не несут никакого сверхинтересного смысла. То есть, они настолько просты, что даже не запоминаются. Но надеюсь, что это специально введено и как-то потом пояснится. Шнур. Поет. Шнур. В общем, я планирую смотреть голос и в перерывах продолжать читать. Так как сегодняшний день у меня считается такая репетиция, начало надо положить. Где-то сейчас 70 страниц, ну, чуть за 100 я, наверное, точно выйду. И остальные 800, ну, почти 900 оставлю на два дня. Еее. Так что, вернусь. Потом. В общем, я прочитал... В перерывах между голосом. 83 страницы. С чего хочется сказать. На самом деле, вот, началась учеба, и, кстати, очень сложно. Как-то началась очень тяжело на парах. И вот эта неделя была, конечно, мозговыносящей. И вот эти 82-83 страницы дали понять, что меня ждет отличное чтиво на выходных. Как и с литературоведческой точки зрения, так и с филологической точки зрения. Аня, в целом, могу сказать, что заявка на качество здесь есть. И могу сказать еще и... Аня, Bookspace, чё тебя дери? Спасибо за эту книгу. Спасибо за то, что ее советуешь. Я думаю, что дальше все пойдет гораздо лучше, лучше, лучше. То есть, я не хочу сказать, что сейчас плохо. Но еще лучше. То есть, планка уже высокая. И она будет все выше и выше. Так что, сегодня была такая репетиция. Вот, так как у меня кардинально меняется режим, то я сейчас убываю. Завтра встаю, ну, где-то в 9, и, может быть, в 10 я уже с вами буду читать, 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 читать. Ой, ну, я доволен, доволен. Это прям разгрузка для мозга, для души. Это что-то крутое. Это крутое. Все, давайте, до завтра. Так, привет, народ, куда смотреть? Ага. На поездке дня 7 часов. Господи, 7 часов. 9 часов утра, 27 минут, ну, в общем, почти полдесятого. Я проснулся, встал, все дела сделал. Чай с огромным куском лимона. В общем, я сейчас пью чай и приступаю к чтению. Я сейчас на пятой главе, и вы тут с вами на связь, как только прочитаю седьмую. Ну, как только начну седьмую, как я и обещал, в общем-то. Так что, секунду. В общем, я дошел до седьмой главы, 111 страница из тысячи. И лучше не спрашивайте меня, сколько сейчас времени. Сейчас времени 15.42. Я не знаю, что вообще происходит. Сначала Аня с канала... Аля с канала Аля. С своим жутким книжным марафоном. Я тут судорожно снимал видео, искал книги, какие буду читать. Короче, я тоже принимаю в этом участие. Потом приехала бабушка. Заезжала мимолетом, завезла мне книгу, которую я оставил в деревне. Снежный цветок и заветный веер. Я даю по этой книге урок в конце октября. Тема «Китайский исторический роман». Даю урок своим одногруппникам. Ну, так, знаете, как просто показать профи. Да. В общем, я читаю. Что могу сказать? Седьмая глава. Пока все мне нравится. Повествование тянется. Тягучее, плавное. Все замечательно. История нашего героя, мальчика, все больше меня захватывает. Ничего не проседает. Он у нас взрослеет. И все больше и больше предпосыл к чему-то невероятному. Ох. Имена, конечно, мало о чем не говорят, если честно. Совершенно о нем. Неговорящий, кроме короля Шрюда, который своим именем не напоминает черного дракона Шрюкна из Эрагона. Черный дракон короля Гальбаторикса. И Барич. Но это, знаете, это имя повторялось так часто, что его грех уже не запомнить. Поэтому продолжаем читать дальше. В общем, смотрите. Я думаю, что в следующий раз выйду на связь, когда прочитаю вот к 200-й странице. Давайте так. И поделюсь своими впечатлениями. Потому что здесь сейчас происходят некоторые события, уже прям такие. И мне интересно, что за ними последует. Я думаю, 100 страниц хватит, чтобы понять хотя бы отчасти, что произойдет дальше. Все. Поэтому до следующего выхода в эфир. Я прочитал 197 страниц. Это у нас примерно вот так. Да. 197 страниц. И здесь начинается 13-я глава. Ну, что я могу сказать? События развиваются интересно. У нас происходят действия уже за пределами основной локации, в которой мы были долгое время. Наш главный герой взрослеет. И его начинают обучать силе. Уж простите меня за спойлеры. Но, если честно, я вообще не понимаю, как без спойлеров вести марафон 24 часа чтения. Это очень странно. Итак. У нас опять появилась Patience. И с этим именем у меня до сих пор, с этим персонажем у меня до сих пор остались неразрешенные вопросы. И я думаю, что они дальше будут разрешены. Что я хочу отметить? Я хочу отметить, что ни один из персонажей здесь не является идеальным. То есть идеальным королем, идеальной леди, идеальным убийцей. Они все очеловечены. То есть у каждого из персонажей есть слабости, есть минусы. И это необычно и интересно, я могу так сказать. То, что чей-то вытворил с этой старой леди. Леди Тайлз, по-моему, ее зовут. Да. По-моему, Тайлз. Так, ну-ка еще раз. Задание. Да, Тайм. Леди Тайм. То, что чей, конечно, вытворил с этим, это просто было очень смешно. И то, что наш герой и вытворил с собачкой леди Грейс. Да. Это было весело. В общем, сейчас уже седьмой час, если точнее, шесть, по-моему, шесть, да, по 17.21. Мне надо сходить в магазин, закупиться какими-то продуктами. И потом я продолжаю читать, и потом начинается битва экстрасенсов. Да, я смотрю, да, и шо вы мне сделаете? Я в другом городе. За мат извини. Тек, Блэд. Короче, ситуация у нас такая. Я на 210-й странице. Называется глава 14-я Гален. 210-я страница. И, в общем-то, сами можете отнять и посчитать. Примерно чуть больше 700 страниц осталось прочесть. Я сейчас читаю, вот сейчас 9 часов ровно, я читаю до 11, чтобы не нарушить к чертям собачьим режим. Потому что выложили расписание, и почти каждый день 4 пары. То есть это вставать надо будет в половине седьмого. Ну, такое себе. Я читаю 2 часа, выхожу на связь. И завтра постараюсь, по мере возможности, как можно больше времени отдать чтению. Чтобы как можно меньше страничек осталось на будние дни. Конечно, маленький-маленький шанс есть, что я прочитаю за завтра. Но это не точно. Поэтому сегодня я выйду с вами на связь в последний раз. И завтра продолжим уже активненько так читать. Так. 23-28. Прочитано вот так. 286 страниц. И если я сейчас просто не рухну, то это будет абсолютный рекорд. Я на сегодня заканчиваю. Завтра встаю и продолжаю. Завтра надеюсь, что у меня будет целый день. ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ! Так. Что я хочу сказать. История нашего главного персонажа очень мне напоминает историю Кволта из Хроники Убийц Короля. Хроник Убийц Короля. Но здесь есть такая нотка жестокости. Даже больше в какой-то степени. Если честно, меня прям иногда даже бомбит. Да что ж такое-то? Мне иногда кажется, что от нашего героя ждут немножко больше, чем даже они сами заслуживают. Те, кто ждет этого, разумеется. Барич, вот, меня разочаровывает, конечно. Ну, это мое субъективное мнение, конечно же. Поэтому, Аня, мы продолжаем читать эту книгу. Я ее осилю обязательно. Она очень интересная. И, возможно, в какой-то степени хорошо, что она так долго, ну, долго, да, полгода где-то она пролежала у меня на полке в ожидании. Да, так как здесь получается у нас 6 частей, и тут у меня только 2, еще 4 будут ждать. Это, конечно, круто. Это круто. Так, ну все. 286 страниц. Остается у нас около, чуть больше 700. Посмотрим, как это пойдет дальше. Вот, ну, я намерен дочитать до конца. Не важно, сколько это времени займет. Так что, удачи мне. Да, спасибо, Саша. Спасибо за удачу. Пейте. Коть-ми-моть. Ну что, котятки, я ставлю рекорд 8.50 утра. Я планирую выжить из этого дня максимально. Не ставлю себе, конечно, задачу прочитать за сегодня 700 страниц. Это будет офигенно, но маловероятно. Так, что у нас в планах. Я читаю, так, сейчас я завтракую, потом я начинаю читать, и надо будет еще сегодня приготовить есть. Ну и в конце дня мне, конечно, надо подготовиться к занятиям, но надеюсь, что прочитаю я больше, чем 200 страниц за день. Это, наверное, это, наверное, ну вот 100%. Это я так себя утешаю. Блин, 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 блин. Это вообще... Так, ребятки. Время 12.58. Я закончил читать ученика-убийцы. У меня сейчас были мурашки. Последняя страница 70, наверное, размером с енота. Ох. Помните, я говорил про собаку и сравнивал эту ситуацию с Стивеном Кингом Мёртвой Зоной? Забирая свои слова обратно, здесь была совершенно непредсказуемая ситуация, опять же, с этой собакой. К концу книги. И это что-то невероятное, конечно. Давайте по порядку. В общем, я буду все-таки со спойлерами говорить, иначе никак. Если вкратце, то нашему королевству, объединенному шестью... Ну, шесть герцогства, да. Им угрожают враги. Да, пираты на красных кораблях. И в поисках решения король предлагает заключить брак своему сыну-принцу с принцессой горного королевства. И наш главный герой отправляется туда, чтобы... Ну, так как он ученик-убийца, сами понимаете, что он должен сделать. И... Шут, который... Знаете, это... Если появился шут, значит, это качественная фэнтези. Вот так я бы сказал. Есть шут, всё. Фэнтези удалось. Ни слова больше. В общем, то, что происходило в этом горном королевстве, предсказать я никак не мог и предвидеть ничего подобного. События, которые последовали там, дальше, по сюжету у нас, не отпускали ни на мгновение. Я рад, что все, кто нужен мне лично, остался жив. С этой собакой, Вастронос. История просто... Наверное, это один из немногих писателей, который уделяет столько времени животным. И даёт им... Столько... Так много места в своих произведениях, это просто не что-то невероятное. И опять... Робин Хобб очеловечил своих персонажей очень-очень сильно. То есть, они все с изъянами, все несовершенные, все совершают ошибки. И на фоне этого в них можно влюбиться. К чёрту эти имена, вот я так сказал, к чёрту имена, которые несут мало. Я думаю, что здесь всё продумано было. Я в полном восторге. Сейчас я так это немножко тут поревел в конце. Ну, не над трагедией, а над событиями. Сложно оценить трагедия, мелодрама, что это точно было. Я прочитал эпилог, и здесь у меня, значит, королевские убийцы теперь. Это получается 387-я страница. Если всё пойдёт хорошо, есть маленький шанс, что я прочитаю за сегодня. Но это не точно, разумеется. В общем, я могу советовать читать 100%. Аня, Bookspace, ты просто... Что ты творишь с нами, со всеми? Короче, я делаю буквально 5 минут перерыв, и начинаю читать вторую часть в предвкушении, что же будет дальше. И я думаю, что там будет что-то невероятное. Просто. Просто мозговыносящая книга. Я говорю это совершенно искренне. Это что-то... О, боже мой, это круто. Это круто. Давно я такого не читал. Это, конечно, переворачивает... Переворачивает воображение. И ваше мировоззрение, думаю, тоже перевернёт. Да, фэнтези. Особенно такое... Мы его не заслуживаем, скажем так. Круто. Так, ну что? Надеюсь, мне видно? Да, меня видно. Я на 502-й странице. Время у нас 16.38. Больше 100 страниц я уже прочёл с начала второй части «Королевский убийца». И что я хочу сказать. Меня по-прежнему преследует ощущение, что все вокруг слишком много хотят от главного персонажа нашего. Пицца. Очень много хотят. И я не знаю, они к нему относятся и как-то странно. То есть любую его маленькую ошибку, они принимаются все ему объяснять, обвинять и говорить, вот это, вот это, вот это ты не сделал не так. А он даже и не мыслил о половине из того, что они говорят. Господи, постоянно от него что-то требуют. Вот это, это просто все возможные границы, конечно, переходят. Сейчас наступает такая у него новая, новый этап в жизни. Ему уже 15 лет. Ну, практически взрослый мужчина. И, соответственно, это сказывается. Это сказывается. Он стал сильнее. Его положение окрепло. Он сам стал умнее и прозорливее. То, как он сейчас выполнил свое поручение, принятое от короля с этой женщиной, бунтаршей, воительницей Варигу, достойно восхищения. Ну, разумеется, продолжаются дворцовые триги. Очень мне нравится, как у него наладились отношения с Верити, наследный принц наш. Ну, с Регалом или с, наверное, Регал, не Регал, Регал. С Регалом тут все понятно. Мерзкий сученыш. Что тут сказать? Мне, конечно, бесил, что никакой справедливости нет в этом отношении. Но что поделать? Будем смотреть дальше. Надеюсь, что все будет дальше как-то посправедливее. Но, с другой стороны, я понимаю, что история только начинается. И это всего лишь вторая часть из шести. Здесь еще четыре. Я, конечно, с ума схожу. Как я поглядел эту книгу и этого автора. Не знаю. Может быть, не афишировали вообще. Я нигде не слышал о Робин Хобби, пока Аня Bookspace вот не упомянула. Не начала упоминать в своих ранних видео и продолжает, продолжает это делать. Удивительная книга. Так что я продолжаю читать. За счет того, что я изменил правила марафона и усложнил тем самым их. Я не знаю, насколько выйдет этот марафон по времени. Но я себе поставил условную такую границу. Час максимум. Но я не знаю, как меньше сделать. Потому что не выходить на связь со всем, это странно. Поэтому я выхожу на связь через каждые сто страниц. Но это, по-моему, максимум. Дальше уже это будет не марафон. Это просто прочитал начало, прочитал середину, прочитал конец. Мне понравилось не очень замечательно. Это уже не марафон будет. Спугает, что тысяча страниц. Но ничего. Если я сегодня не успею, я ставлю себе на сегодня хотя бы 200 страниц еще точно прочитать. Хотя бы 200 страниц. Надеюсь, что получится больше. И, соответственно, буду продолжать уже в будние дни. Я не знаю, как там пойдет. Но надеюсь, что я прочитаю и как можно скорее выложу. Так что я продолжаю читать. Где-то через часа полтора я пойду готовить. Надо будет сварить суп. Буду варить уху. О, блин. Я должен прерваться. Я еще... Я еще не дочитал 100 страниц. Я на 552-й. Просто сделаю маленькую такую поправку. Вы должны это знать. Буквально. Это вырвано из контекста. Я не думаю, что вы поймете. Ну, это не спойлер, я думаю. Волк советует королеве понести. Потому что в стае так принято. Я просто смотрю на этот трио. Этот разговор нашего персонажа. Королевы и Волка. И это просто что-то ужасно смешное. Я не знаю. Это просто гениально, мне кажется. Так, все. Я читаю. У меня закипает вода. Фух. Берем кипящую воду. Одалживаем рыбу хвост. Вынимаем рыбий хвост. Картофельные кубики. Шонкины детки. Цветные кусочки. Рыбий фаршик. Белый порошок. Черный порошок. Время 24 минуты девятого. Кошка кричит. Я на 602 странице, короче говоря. Почему меня плохо видно или не видно? Плохо. Ну-ка. А, все нормально. На 602 странице. Что хочу сказать? Начнем с того, что... Я не знаю, с чего точно начать. Отношения нашего главного героя с животными, а в данном конкретном случае с собаками, ну и потом с волком, каждый из этих отношений оставляет свой след. Я прекрасно чувствую, как ему тяжело, и его одиночество, и давление, и обязанности, и, ну, то, что постоянно от него чего-то ждут. И любовные вот эти муки. Это что-то, конечно, с чем-то. Да. Шут. Шут добавляет огонечка. Когда он прочитал свои стихи и в реверансе показал голый зад, я просто смеялся в голос. Короче, так как время стекает, 602 страница, не знаю, сколько прочту, читаю, ну, в общем, сколько смогу, и сегодня выйду в последний раз на связь, расскажу, что прочитал. Соответственно, выходные заканчиваются, дальше буду уже выходить на связь, как смогу. Но марафон этот я закончу, дочитаю обязательно, так что ждем. Так, ну что, котятки, я прочитал еще 100 страниц, мы на 707-й, то есть мне осталось вот столько читать. Я прочитал уже вот столько. Да, на сегодня это все, разумеется, у меня был тяжелый денечек, но 100 страниц я смог пересилить. Как пересилить? Пересилить. Успеть прочитать, и получил огромное удовольствие. Чего мы говорим? А, наконец-то, ну, условно говоря, появились события, которые некоторые бы назвали, грубо, не силово. То есть, если мы будем говорить, что раньше события происходили относительно мирно, но динамично интересно, то теперь появились и настоящие бои, так сказать. Это тоже было интересно и хорошо. Конечно, сказывается то, что Робин Хоп у нас женщина-писатель, и она по-женски оценивает некоторые ситуации, но это круто. Это круто. Так, я... Ой, я просто здесь семинар делаю. Так. Беседа нашего Фитца, Чевелла и Шута, и тот эпизод, когда он рассказывает ему свою тайну. Ну, и уж простите меня за спойлеры, но в марафоне никак нельзя. Буду повторяться, пока не оглохну. Это было что-то невероятное. И... Вот это мне нравится, конечно. Как только я увидел слово Шут в книге, это сразу было понятно, что здесь что-то будет происходить чудное. А учитывая, что это только вторая часть из шести, и есть еще четыре, наверное, то все будет только разворачиваться. Наконец-то наше королевство дает должный отпор, должный в смысле видимый для людей отпор красным кораблям и пиратам. Действительно, что-то видно. Хотя, разумеется, и король, и принц Верити очень много усилий привожили для защиты. Просто благодаря своей скрытой силе никто этого не видел, и, соответственно, люди были недовольны. Вот. Я по-прежнему по-прежнему очень доволен. Я не заметил никаких проседаний. Я сейчас на 18 главе остановился. Завтра буду читать. Еще 100 страниц должен оселить точно. И постепенно закончить. Как бы, надеюсь, что в среду я закончу уже точно. Потому что я хочу как можно скорее закончить, смонтировать и выложить, чтобы вы посмотрели. Ну и таким образом я остаюсь продолжать делать семинар и подключусь к вам завтра. Все, до новых встреч. Вообще, конечно. Вы, наверное, думаете, что сегодня вторник, но нет. И не среда. Сегодня четверг. я просто зашиваюсь. Но я каким-то образом прочитал 853 страницы. Если все пойдет хорошо, а я надеюсь, что так и выйдет, то я закончу завтра и попытаюсь за выходные, но я думаю, что смогу смонтировать видео и выложить его. Это марафон нечто очень сложное было. Ну, Аня, все ради тебя, так сказать. что могу сказать по тем 152 страницам, которые я прочитал сейчас. Ну, за эти несколько дней. Если честно, меня бесит, что меня бесит Регл. И то, как все либо все такие наивные, либо ему одному можно открыто изменять, пойти на измену, а все остальные даже боятся произнести что-то вслух упорочащее его световое имя, я не знаю. Это мне кажется, это настолько очевидно, что здесь вот все происходит, что это его рук дело, я не знаю. Я просто надеюсь, что будет меня видно, меня видно, так, вот. Я надеюсь, что правосудие восторжествует и всех виновных накажут, что не один он, разумеется, виноват. Я надеюсь, что всех накажут по заслугам, без всяких извращений. Шут это просто личность, которая открывается с совершенно невероятных, с совершенно невероятных сторон. Наша будущая королева, я знал ее имя, но просто сейчас вылетел из головы, я просто с ума схожу здесь. Так, королева Кетрикен, да, все у меня буквы меняются. Кетрикен просто чудесный персонаж, замечательный персонаж. И еще, смотрите, вот, значит, наш Фитц, главный герой, вот, опять же, синдром, вот этот принцип очеловечивания, то есть, он действительно наиболее очень хорошо похож на реального человека, то есть, он не обладает всем великим перечнем талантов и умений и навыков, которые обладает каждый супер-упер-герой, то есть, он не обладает на высоком уровне хитростью, прозорливостью, он не умеет плести интриги, он сомневается в простых вещах. Да, он настоящий, настоящий, и это круто, это круто. И, да, я сейчас вот вспомнил, что еще хочу сказать, вот, то, что здесь тянут за хвост историю с королем Шрюдом, не в смысле это плохо или высосанно с пальцем, но это просто, я уже жду возмездия, я жду возмездия, я надеюсь, что за оставшиеся там 130 страниц, 135 страниц, это что-то произойдет, потому что у меня нет следующей части, и так как у меня близится жуткий книжный марафон, я не знаю, когда я приступлю к этой части, и когда я вообще ее приобрету, у меня ведь ее нет, так что вот такие дела, в следующий раз я уже выйду с к вам в последний раз, и завершу этот марафон, и выложу его, надеюсь, надеюсь, что он будет не больше часа, но это не точно. Доброе утро, хотя, наверное, сейчас уже обед, я снова в деревне приехал на выходные, то есть вы можете посчитать, сколько у меня времени ушло на этот типа марафон 24 часа чтение, конечно, с ума можно сойти, я вообще планировал за выходные, но все растянулось на неделю, те 350 страниц, которые у меня остались, но спешу вас обрадовать, я дочитал, дочитал эту книгу, так как отчет о прочитанном у меня будет в конце, ну, в начале следующего месяца, я не буду говорить общий вывод, я скажу о том, что я прочитал последние там 100, 150 страниц, великолепно, великолепно написано, я хочу что сказать, вот что меня прям больше всего задело, ну, что я запомнил, вот так, то они ничего не делают, а то делают столько всего, что я даже не успеваю проследить, как, как вы решились на такие радикальные методы, на такие радикальные решения, конечно, мозговыносящие вопросы, и закончилась книга, я так хочу следующую часть читать, в этом месяце, конечно, уже не получится, потому что у меня запланирован жуткий книжный марафон, но думаю, в следующем месяце, если мне повезет, я выделю льготу, квоту, в своей очереди книг, и нужно закупиться следующей частью, странностой убийцей, по-моему, она называется, итак, мой книжный марафон заканчивается, я говорю вам спасибо за то, что досмотрели до этого момента, я говорю большое спасибо Анюте, Анюте, я заговариваюсь, что, Анюте с канала Bookspace, за ее любовь к этой книге, за то, что она меня заразила своей любовью, я не пожалел о том, что прочитал эту книгу, она просто бесподобная, она просто бесподобная, я хочу читать этот цикл, я думаю, что и буду читать цикл Волшебных кораблях, по-моему, называется, но я думаю, те, кто читал, вы поняли, что я имею ввиду, если я вдруг ошибся, сегодня я уезжаю в город и буду приступать к монтированию видео, поэтому, если мне повезет, то я сегодня его выложу уже вечером, надеюсь, ну или завтра в крайнем случае, так что у вас будут выходные его посмотреть, ну а на этом я завершаю этот тяжелый марафон, говорю еще раз вам всем спасибо и до новых встреч, пока!